И снова всем здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня будем смотреть Олежу Обухову! Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, ребяточки! И приятного всем аппетита! Также переходите в мой телеграм-канал, а мы с вами поехали! Мамино 35-летнее сокровище перевело девушку в гости! Спасибо большое, Смачный! Но ты мне никак не помешаешь! Поехали! Let's go! Поехали! Начинаем, ребяточки! С какого раза да начали уже, как говорится? Поехали! Let's go! Привет, с вами всё тоже Олежа Обухов! Вы бы знали, как тяжело начинать снимать на вашу реакцию, подписчики только так и мешают! Мама, у меня там такой конфуз приключился, я боюсь рассказать! Какой мой бурсовщик? Попукивал там! Нет, пукать это не конфуз! Вот, смотри! Тебе подарили? Он ушёл и не снял! Ой, он ушёл и, ну, как бы, с этим вот пальчиком! Не совсем! Слушай, как было! Не понял, я не вижу своего перстня! Его что там нет? Нет, я просто головой ударился и не вижу! Нет, конечно! Но вот здесь уже ситуация, если что, его никак не спасти! Я не специально, мама! Ты понимаешь, что нельзя его сейчас возвращать? Он мне его за это на шею наденет! А как быть? А у меня алиби! Я сидел весь вечер перед ним, а вот сантехник там шастал без присмотра! А не сду... В натуре! ...процентов на него подумают! Вот такой лисёнок! Я разнесу этот ВД-канал на куски! Сейчас туда поеду, ещё заявление по дороге напишу! Он точно на тебя не подумает? Нет, так он, дядечка, хороший! А главное, доверчивый! Он мне ещё квартиру обещал! А бутылку же он не открывал мою? Мама, открыл! Ну и я выкрутился, потом расскажу! Опа! 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 Ну, мам, ну пожалуйста, не говори человеку-памку, что я не доил кашу! Спасибо, Микси! Спасибо большое! Главное, моющее дарить не пришлось! Да ебать! Да вы чё? Разошлись! Давай по новой! Не, по новой не начнём уже! Берёг, зря ты его отливала перед моим походом! Лис! Ра-ля, лис! Я поехал разносить водоканал! Ты, дочь, собирайся к зятю моему! Мать проводишь дочь! Папа! Конец связи! Ну давай собираться! Мама, ну ты же не глупая женщина! Ты же видела, что он всё наврал моему отцу! Ну не может же человек сидеть и вот так обманывать, глядя в глаза твоему папе! Мама, ты как маленький наивный ребёнок! Он говорил папе только то, что тот хотел услышать! Ну зачем ты уже так уже готовишься? Ну Оксана же скоро придёт! Ну давай ещё приготовь блюдо вкусное, которое мне не готовишь! Это же меня заденет! А я и не собиралась ничего готовить, моя пуговка! Ну хотя бы для меня! Это как так? Меня! Она придёт, я её к плите поставлю и пусть готовит! А я посмотрю, будет для моей невесты! Это, ну, нормально, да? Такие экзамены, пусть только попробуют его завалить! Вот это правильно! А в экзаменационную комиссию я ещё Галину Эдуардовну приглашу! Мама, она же завалит её на этом экзамене! А нечего булки расслаблять! А прикинь, вот этой бабке она понравится! Вот это будет имба! Её тучку нужно уметь кормить и поить! Главное, чтобы из тучки дождь не пошёл! Ой, не-не-не! Ноченька, я не глупая и всё понимаю! Восприми его, пожалуйста! Просто, как билет из этой казармы! Главное, мы с ним на дачу едем жить! А вот ты уже жизнь сможешь устроить так, как тебе хочется! Хочешь с ним, а хочешь не с ним! Поехали, мама! Не, ну манипулируют как могут на самом деле ей! Мать только добра желает, а отец там, ну, понятное дело, немного такой. Приветствую тебя, подруга. Галочка, мой сын сходил к этой девице ближе к цели звонка, разглагольствовать не к месту. Девица эта придёт к нам в гости. Мне нужно, чтобы ты пришла и устроила ей экзамен, как ты умеешь. Ну, чтобы уже наверняка знать, нашего ли ключика это скважина. Провести строгий экзамен это мой конёк. Вот эти, вот эти, вот эти примеры, конечно, это прям вообще. Мне доводилось проводить собеседование. И как? Отлично, никто не прошёл. Пусть ваша девица приготовится как следует. Эта встреча будет легендарной. Буду вовремя, вопрос закрыт. Я жду этот момент, а она же и все мозги вынесет. А я жду, пока кто-то мусор вынесет. Ну, мама, ну ты опять. Третий день, лежит, воняет. Мама, а можно я его просто за дверь в подъезд выставлю? Я так однажды выставил, блин, и причём хотел скоро его пойти выкидывать. Так ко мне сосед вот здесь подходит, сразу, типа, я только выставил мусор за дверь. И сосед сразу стучится уже. Алло, ну ты мусор-то убери, воняет же, блин. Это что, блин, ебать? Делают все смекалистые люди в современных домах. А завтра вынесу. Тогда ты его никогда не вынесешь. О, Оксана будет от нас уходить, я её нагружу, всё равно же ей по дороге. Ай, ты моя корзинка с яйцами. Ну и с сосисками получается тогда тоже. Мама, а у меня ещё есть деликатный вопрос. А можно я с неё займусь любовными и утехами? Ты с ума сошёл? Ну, мама, ну чего сразу нельзя? Нет, ты с ума сошёл спрашивать? Бери и занимайся. Конечно, она будет не против. Ну, я сам боюсь спросить. Может ты? Нет, конечно. А Галина Эдуардовна своим армейским тоном? Тем более нет. После застолья я вас оставлю одних в комнате, а ты уже действуй сам, моё брёвнышко. Хорошо. Как настоящий самец. Как это в мире животных происходит? Никто никого не спрашивает так-то, да? А у котов вообще на пенисе шипы, чтобы понимали, бля. Это true fact, можете загуглить. Давай ты сервиз подаришь. Мама, он принёс бутылку коньяка и сам столько же выпил. А ещё моющее средство, которое забрал обратно. Тут уже из принципа, понимаешь? Ну, хотя бы тортик. Купим сейчас. Ну, вот только если тортик. И ещё кое-что неожиданное я ему подарю лично от себя. Тогда буду уходить. Ну, пошли. Постойте, я кое-что хочу показать. А что это? Это приложение для знакомств. Смотри. Ага, спасибо. Хотя бы рекламку убрали. Кто это? Не узнаёшь? Это официант из ресторана. Доченька, тебе напомнить, как твой отец про официанта высказывался? Да и про других я уже молчу. Он же на нём зациклился. Пошли. Бамах, а там дабафон звонит. А, он же пришёл, пришёл, пришёл. Наверное, Оксана. А вдруг подростки? Отойди от двери. Кто там? Это Оксана. Невесточка моя, заходи. Удачи. Здравствуйте. Он у вас такой Аполлон. Так, скажи мне, моя хорошая, ты молочницей болеешь? Нет. А мама твоя? Нет. Вот ё-моё. А я вылечилась, лекарство лишнее осталось, не знаю куда деть. 11 лет уже. Я поддала... В смысле, 11 лет? Надо бы просто... По дешёвке. Так, ну ладно, здравствуй, заходи. Это была какая-то, наверное, проверка, да? 11 лет она болела молочницей, типа? Ну это проверка, ясен пенис. А, продать не может 11 лет. Я же вас помню, вы подошли тогда в туалете. Вспомнила? Это я тебе интерес тогда подогрела. Ну что, загорелись тогда глазки на моего... Очень. Будешь смотреть новый ролик Моразм? А, не думаю, Дэн, честно. Спасибо за 10 рублей. Загорелись, да? Да? Да. Да. Ну чего стоишь, заходи раз пришла. Не с пустыми руками хоть. А свет за собой в коридоре кто выключит? Забудешь выключить? Так намотает ещё больше, чем та кружка чая стоила, которую в ресторане сыну моему пришлось купить. Правда? Кого я вижу? Да я тебе чмокну. Давай потом. Она тебе тортик принесла. О-о-о, я в свою комнату отнесу. А ты не стой, как суслик на задних лапках. Работка тебя ждёт. Какой же кринж, блядь. Я тут прямо кринжую, но пока держусь. Какая работка? А ну-ка иди сюда, ну-ка иди. Видишь стол пустой? Видишь? Вижу. О чём это говорит? О щедрости хозяйки. Нет, глупых... Моя, это значит, что невестке нужно подсуетиться и приготовить на стол продукты вот. Голодный ротик вот. Да? Да. А светлофь посмотрит, как ты справляешься. А ещё сейчас Галина Эдуардовна подойдёт. Я пошла. А куда ты пошла? Руки помыть? Восприми его, пожалуйста. Просто, как билет из этой казармы. Да, руки мыть. А ты здесь мой. В ванной напор сильный. Много растранжиришь. Выйдет ещё дороже, чем та кружка чая, которую сыну пришлось в ресторане купить. Помнишь? Не красить? Раз упомянула уже. Тебе с твоей стороны, он-то не победнеет от купленной чашки, а вот тебя это не красит. Осадочек-то надолго остаётся. Да чё ты такая ебашишь? Ладно тебе, мама. Ты уже так на неё не наезжай. На туле. Не надо так на Оксану. Она же потом отработает. Знаешь, такие сначала чашку чая просят купить, а потом говорят, отвези меня на Бали. Мама, мы ебали такую фантастику? Блядь, вот эта игра с лопцем, это типа ебали-бали вот это, вот это, конечно, да. Лишь, конечно. Я не из таких. Ну посмотрим. Много так уже не лей, выключай. Я даже руки не намочила. Вот видишь, ещё не невестка, а уже спорить начинаешь. А это ещё Галина Эдуардовна не пришла. Может, готовить начнём? Мама, пока Оксана там телепается, можно я поиграю? Я же тебе запретила мой кисельчик. Ну, блин. Во что это мы хотели поиграть? Я к тебе вду. Ой, спасибо, самый приятный комплимент. Так он там бандитом стал, мой воробушек. Да хоть петухом, давайте уже сварим наконец этот суп, еб... Сейчас она будет начинаться со слов чей, да, типа? Ебогу. А ты не нервничай, ты не ман... Ну да, там было немного другое. А чё осуждаю? Чё осуждаю? Ничего не осуждаю. Молодая. Ничего такого не было. Забыла, сколько тебе лет? Забыла? Давление шалить может. Начнём, может. Я тебя буду учить. Да я умею, я делала папе борщ. Папе сделала борщ? А мне... Как же... Как же охуенно, блин. Как же круто вот эти... Папе сделала борщ. Не сделаешь куриный. Да, сегодня у нас в меню куриный супчик. Бери продукты. Дайте кастрюлю наполню водой. А это что я из холодильника достала? Так тут же грязная вода. Глупенькая невестка у меня. Это бульон от пельменей. Я на той неделе своему крепушу варил. Так, наваристый супчик выйдет. Жирок же должен быть хоть какой. А курицу вы добавлять не будете? Почему тогда суп куриный? А это ты только в 72 серии узнаешь. А, это давайте. А это какая по счёту серия? Четвёртую стену она тут ломает. Ты посмотри, какая мать. Или овощ у нас один. Ну почему один? Два. Вот мы сейчас добавим морковку и лучок. Их можно не экономить. Они дешёвые. Дешевле, чем та кружка чая, которую ему сынишке пришлось купить. С чего начнём? Раздевай, лучок. Кстати, на будущее лука ему много не давай. А то будет у тебя дома пукольный театр. Со мной в главный ролик. Ну а с кем же ещё мой звоночек? Раздевай, лучок. Не стесняйся. Ты пока ещё не сына моего раздеваешь. А что ты тут такой слой сняла? Я его чищу. Лучок надо шелушить. А это уже съедобный слой пошёл. Давай-ка очищай сорванное. Теперь морковку. Тереть будешь аккуратно, чтобы на пол не упало. Потёртую морковку знаешь, как тяжело с пола поднимать и отмывать? Три вот эту всю. А немного морковки для такой кастрюли. Морковка дешёвая, на ней можно не экономить. Экономить нужно на мясе. И на кружках чая, которые моему сынишке почему-то приходится в ресторане покупать. А что ты делаешь? Ну, чищу морковку. Это там на Рублёвке пусть морковку чистят, а нам её нужно отмывать. Ну это же не кожура, чтобы уже чистилкой прямо снимать. Ты просто три её хорошенько, вот так, до красного. Ничего, супер бедная семья какая-то? Вот ноготком её вот так раз и всё. Ты же девочка, ты же должна все хозяйственные вопросы знать. Знаешь, что трусы нельзя покупать белые? Почему? Плохо отстирываются. Вот, глупышка, ничего твоя Оксанка не знает по хозяйству? Я тоже. Ты мужчина, с тебя спрос какой? Никакого. А ты пока чистишь, расскажи-ка ты свекрови, по каким же ты критериям выбрала именно моего Аполлона? Ну, по каким? Ты искренне влюбилась? Да ну, ни за какие бы деньги был бы я вот женщиной, какой бы меня там ёбнутый отец не был, ни за какие бы деньги. Вот не согласился бы, серьёзно. Или вот, ну так, по-честному, в последний вагончик прыгнула. Вот, по-честному, скажи. Да? Ну, выбрала и выбрала, но о любви говорить пока рано. А вот тут стоит задуматься, мама. Ну, она ещё влюбится. Ну, а как в такого можно не влюбиться? Такой красавец, гладенький, мускулы такие большие, мягкие, и щедрый. И пенис болит? Ресторан вводит? Нет. Яйцами тебя варёными угощал, которые ты слопала с удовольствием? Я отказалась и ничего не ела. Так. Это что ещё? Врунишка, значит. А потому что сам съел яйца. Врунишка, значит, у нас Оксанка. Ну, ничего, перевоспитаем. Продолжаем дальше. Оксанка. Окей, окей. Ну, где там это Галина Эдуардовна? Что-то без неё скучно. Она звонила, сказала, что скоро будет. А ты попробовал тортик, который Оксана принесла? Конечно. Ну и как? Не сэкономила хоть на тебе? Может, какой-то акционный дешёвенький? Да вроде нет. А на вкус как? А я ей булочки люблю. Ай, хорошо, мне нравится игра слов. Ой, как нравится. Она знает, но их не принесла. Ну уж извините, да и торты я вообще-то для всех принесла. У тебя мой сынок теперь должен быть всеми. А холостяцкая жизнь, она уже всё, того, заканчивается. Привыкай, девчушка. Да, Оксана, то, что я люблю булочки с кефирчиком, ты это запомни. А ты не переживаешь, что ты, мягко говоря, толстый? А мне как-то похудеть не проблема. Просто зачем? Вот именно. А мужчине всё к лицу. Да такому жеребцу. Ты пойми, это 120 килограмм счастья. Я уже поняла. А ты как питаешься? Блин, вот это да, реально. А чтобы вы понимали, у нас есть такой человек, как Геннадий, вот он все 200 килограмм счастья, прям реально. Семьёй идите, расскажи. Готовим с мамой разное блюдо, ну и так где-нибудь перекусываем иногда. Вот недавно освоили KFC. А Бургер Кинг? Бургер Кинг давно. Вот видишь, сынок, как... Давно, да, да, давно, давно, согласен. Она привыкла питаться в ресторанах. Кто вообще в Бургер Кинге любит? Кто вообще Бургер Кинг любит? Бургер Кинг давно. Отвыкай, моя девчушка, отвыкай. Так что, сынок, это еще звоночки, та чашка чая, которую тебе в ресторане пришлось купить. Да как же вы замечательно помните эту кружку. А как же забыть? А ничего, что он сам же ее и выпил. Ну кто-то же должен был выпить, раз купили. А вот заплатить могли и пополам. Давайте я вам сейчас уже эти деньги отдам, чтоб вы не думали о ней. А не надо мне, пусть это останется... Вот это подачки ваши, зачем они мне нужны, правильно? Подачащим рубцом на твоей совести. Ты не стой, а сковородку доставай, зажарку будем делать. Куда ты столько масла залила? Ну вы поглядите на нее, овощи наши утопить хочет, как муму. Ой, Герасим ты мой. Сливаем обратно, вот так вот, в бутылку тонкой струечкой. Так вы же все и залили обратно, а жарить на чем? Ну вот же, блестит сковородка, вот так и жарь, все пригорит. Это у меня пригорает от такого транжирства. Чтобы не пригорало, нужно не лениться, а мешать постоянно, мешать, мешать. Ленивая девочка, да? Ленивая. У нас в доме девиз, не ленись, а шевелись. Оксана, а можешь попросить маму, чтобы разрешила мне поиграть? Зачем мне это делать? Мама, она на меня повысила голос. Ругайся на него, я родную личку свою не для того растила, чтобы неизвестно кто на его психику давил. Да, мам, а когда я ее провожал, она постоянно на меня бездела ругалась. Мы его теленочка, нужно воспитывать. Или пиздела. Это вот не кнутом и приятоке. А пряником, он ласку любит, не травмируй его. Дай защику, подержу. Соли хоть можно добавить в суп? Можно, только ты вот эту возьми. Но она же грязная какая-то. Вот глупая. Чего грязная соль, бл**ть? Вестка у меня будет, не понимает. Мы курочку в духовке на соли запекаем. Эта экономия не только на соли, но и на масле. Она просолится, соль в себя жирок куриный впитает, ничего не пригорит. А у сольки, глядишь, и вторая жизнь появляется. А сейчас эта соль с куриным вкусом в супчик как занырнет. Буль-буль будет. Вот и стал наш супчик. Каким? Куриным. И копеечку сберегли. А копейка бережет что? Нас. Умница моя фрикаделька. С такой экономией я боюсь представить, как вы в туалете. Блин, вот серьезно. Они как вообще, вот посрали, бл**ть? Они как вручную убирают, типа говно достали, бл**ть, в окно выкинули и все? И нормально? Типа, чтобы воду не тратить. О, а это идея. И я, пожалуй, схожу. Давай, сынуля, покажи унитазу, кто главный. Не мелочись там. Да. А мы переходим к перчику. Стой, перец горошек сначала растереть нужно. Зачем? А я же его уже варила. А вот такое ситечко. Берешь, кидаешь, варишь в нем, потом достаешь, подсушиваешь, а когда второй раз используешь, уже растирать нужно, чтобы аромат был. Вот и у перчика вторая. Вот и секрет, да, действительно. 72 серия, видимо, сейчас идет. Сизнь появилась. Дави его. Чувствуешь, какой запашок пошел? Да. А я говорила, сынок, чтобы закрывал за собой дверь после туалетра. Иван сидит, стрел с открытой дверью. Молодца моя. Ой, хорош. Лето. Забыл. Забыл. Так, лаврушка моя, устала ты, конечно, лаврушка моя, девочка. Три раза ты варилась. Неужели вы ее опять закинете? Ну ладно, давай новую возьмем. Жалко, конечно, ну что сделаешь? Когда из сковородки вывод... Они как будто 2 рубля в месяц получают, типа, зарплатой. Это не белорусские рубли, чтобы вы понимали, а русские вот эти вот. Вращиваешь овощи, лопаткой весь жирок подгребай. Это самое вкусное. Вот, чтобы аж сухо осталось. Лопатку. Куда в раковину несешь лопатку? А, окунуть в супчик. На ней же жирок остался. Вот так. Надо наш жирок к своей семье вернуть. Здравствуйте, родные. Ку-ку. Вот так и вернулся он домой, жирок наш. Все, выключай. Ну суп еще не доварился. Так он же будет еще доходить. Кастрюля же долго будет стоять горячая. Вот там и проварится. А электричество уже можно все... А, а я-я-я-я-то думал, а на чем экономия тогда в этом? А тут еще электричество. У них, подождись, такая квартира, старая плитка индекционная? Это как-то не такое, а? Блин, на газу надо. Газ-то дешевле вроде. Кружка моя серая. А то выйдет еще как-то кружка. Ну скоро мы нашего кабанчика покормим. Кабанчик любит вкусно кушать. Ну как, довольна своим кабанчиком? Лучше бы я себе другого кабанчика нашла. Мама, что она сказала? Ты как такое говоришь при свекрови-то? Так правда же. Сейчас Галина Эдуардовна ей объяснит. Она ее порвет, как я, носочки. Она пришла. То есть доски мы рвать можем, а вот суп гороховый варим только с горохом, который варился уже два раза. Это нормально? Галина, это ты? Открываю. Кто такая Галина? Это точно Галина, блин? А то она как-то немного эмоциональненько сказала. Я тебе рассказывал. Мамина подруга, которая работает бухгалтером. Это не женщина. А кто? Это беда. Покруче твоего папашки. Это не женщина. Это беда. Вот это вот. Это ничего она сюда идет? Чтобы тебя по всем фронтам прогнать. Чувствую, кому-то не поздоровится. А что ты делаешь? Скорую себе вызываешь? Это кому еще тут скорая понадобится? Батю. Что-то она сегодня не в духе. Ох, и переживаю я за Оксану. Может, я лучше пойду? Все, голубушка, никуда не денешься. Это было не похоже реально на вот эту вот, а как ее там? Сынок, иди встретись. Галину Эдуардерну. Я даже встречать боюсь. Вы мне можете объяснить, за что вы так ко мне предвзяты? Хватит пиздецкого с... Ада, обойдемся. Ну тут, конечно, не прям, чтобы идеально гладко подошло, но нормально. Ты прекрасно понимаешь, что это за мужчина. За ним в школе все девчонки бегали. Что плеща дать? Та кружка чая, которую ему пришлось... Блядь, ты шо на... Ебать, блядь. Ух, когда... Я испугался. Непонятный звук, я думал, они где-то тут орут. Почему ты визжишь? Я не знал, что мама уже дверь открыла. Я только прикоснулся к ручке, и вы ее как раз в этот момент дернули. Я испугался очень, думал, уже какие-нибудь подростки. Мне даже кажется, что оба сразу испугались. Блядь, как он это придумывает? Блин, как просто? Да. Неграма. Девица здесь? Да, я к ней сходил в гости. Было застолье, мы хорошо общались. Ее отца... Специально растягиваешь сюжет, говори быстро и четко. Отсоси. Отсоси, сильно развезло? Но он все равно был ко мне добр. Я ушел сытый и довольный. А сейчас Оксана к нам пришла. Надо, чтобы вы ей наставление сделали. А та уже обрадовалась, блин, думаю. Вы-то умеете. Где наша девица? А она там... А перед тем, как вы ей устроите разнос, можете поговорить с моей мамой? Предмет разговора. А она мне запретила играть и по делам. Так. Ну это ГГ, мне кажется. Здесь шансов ноль. Беседа будет долгой. Начнем. Так. Да чего ж дай доебется. Вопрос первый. Твое образование. Я по образованию бухгалтер. Отлично, коллега. А-а-а! Мне кажется... Вот в этом прикол, да? Место работы. На данный момент я уволилась, и я безработная. Но я бы хотел устроиться именно по специальности, просто пока не нахожу. Прекрасно. У нас как раз освобождается одно место. Будешь работать в нашей организации. Я бы хотела... Конечно, хотела. Там же еще зарплата есть. А... Лучшая в городе. Ага. Ну окей. Это она ее хочет к себе устроить, чтобы держать для нас под контролем. Молодец, Галина. Далее вопрос, который меня волнует больше всего. Ты искала избранников в приложении для знакомств. Подтверждаешь? Да. Тогда как ты из всего этого множества могла выбрать это пугало? Я не пугал. Что? Сыреть! Ебать! Сама не знаю, как так получилось. Ты же видишь, что это бесхребетный тюфяк, мама. А как? А почему? Мама, что она? Не предвзятая Галина Эдуардерна. Вот это я понимаю. Такой говорит. Галина, я тебя не узнаю. Теперь ты! Слушай сюда внимательно! Ебать! Неожиданно. Ты, хозяйка, как ты встретила девушку, которая собралась возиться с твоим долбоклюем? А долбоклюй это птичка? Клюв закрой, дятел! Галина, я хотела посмотреть, что она за хозяйка, чтобы сама приготовила, устроить ей испытание. Вот она сидит ее, вечное испытание! Ты молиться на нее должна и пылинки с нее сдувать. Да она же не пыльная. Рот закрой, слезняк! Мама, ну что она так уже? Ты ее на руках должен носить! Я ничего не поднимаю, тяжелее джойстика. Мама, скажи! Где твое изобилие на столе для гостя? Мы живем бедно, у нас и продуктов-то нет. Вот варим суп из того, что есть. У тебя продуктов нет? Да я тебя знаю как облупленную! Давай-ка взглянем на твой холодильник! Мама, скажи ей, что холодильник это личное. У нас там ничего нет, Галина. Хотите полного разбора? Зови меня Галина Ревизора! Блин, бать, бедно живут, реально. У меня холодильник, пусти, тут и рыба, и какие-то фили куски, блядь. Бля, ехуе, вот это я понимаю. Вообще-то это мама покупала для меня. Теперь слушай сюда ты! ВСТАТЬ! Вот это понимаю, Галина, Эдуарда. Эдуардовна. Ты избалованный эгоистичный индюк! Мама, меня это ранит. Галина, ты обижаешь его. Сколько лет ты будешь взрослому мужику шнурки завязывать? Мне животик мешает. А что если Галина Эдуардовна и отец сойдутся характерами, а? Пусть согнутся. Хоть раз сам возьми и завяжи! Уи-и-и! Что ты делаешь? Ну вы просили завизжать! Идиот! Это кусок! Ну зачем так грубо? Я видный мужчина, даже вот и ребята в комментариях пишут. Разумеется, такого... Они четвертую стену ломают, это ненормально. Поросенка видно издалека. Ты себя в зеркало видел? Конечно, у нас же есть. Как ты растолстел? Какой у тебя размер? Четырнадцать. Одежды? Пятьдесят восемь. Посмотри на свой подбородок. Я не могу его увидеть, он же снизу. Скот? А четырнадцать это про пенис было, да? Я проебал. Раз сможешь! На рубашку посмотри, она как из задницы. Если бы она была бы из задницы, то она ну никак не была бы светлая. Я про помятость. Ага. Галина, ты же травмируешь его. Рот закрой, бабка-проценщица из Достоевского! Ну я... Что ты лукаешь? Это слово паразит. Кого она паразит? Ты придурочный? Я не придуриваюсь. Как с тобой кто-то может жить? Ну я... Ну я... Что? Ну пока держится хорошо на самом деле. Вот прям пока да. Я... Ну я... Пол-хур... Так, давайте чуть-чуть сами додумаем. Пол... Ой... Ху... Да я не могу, это только так. Ну что тут можно реально придумать? Пол-хурмы! Ну ладно. На этом мои аргументы. Все. Вот и молчи, раз собрался взять такую прекрасную девушку в жены. А она сутулится. Пошел вон в свою комнату. Галина. Слушай сюда. Раз она согласилась встречаться с твоей размазнёй, люби её как родную дочь. А я тогда приревну и... Закрылся! Оксана, я настоятельно рекомендую переориентировать свой выбор на иного человека. Дело в том, что папа мой на нём зациклился, а с ним не поспоришь. Меня на него нет. Кстати, да, в натуре пусть она наймёт, так сказать, Галину Эдуардовну. Со счастья, что я тороплюсь. А так инструктаж бы провела подробный. А тебя, Оксана, я жду завтра в кабинете со всеми документами. И работу нашла, и вообще всё прекрасно. Слушай, выбор свой ты на нём остановила, то слепи из него хотя бы что-то стоящее. Никого не слушай и умей за себя постоять. Я пошла. Провожать меня не надо, только попробуйте обидеть Оксану. Оставляю вас одних. Раунд. Ну тут только по-другому не описать, это действительно раунд. Мама, она хоть ушла? Ушла моя черешенка, дай я тебя обниму. Давай. Ну чего ты так расстроился, чего мой-то мать? Мама, она так нагрубила на меня ни за что, так без дела на меня ругалась. Я не знаю, что на неё нашло. Мама, не зови её больше к нам, она за Оксану только. А почему ты ей даже слова не сказала? Так она же всё по факту сказала. Мама, ты слышала? Оксана, ты бы хоть заступилась бы за него. Короче, жалейтесь тут, а я, пожалуй, тоже пойду. А как же суп? А ваша черешенка слопает его в одно табло. Это я могу. Подожди, сын, ты помнишь, что что-то хотел? Так я же покакал. Нет. Да? Другой. Секс. Ах да, я тоже кое-что хотела. У меня для тебя подарок. Подарок? Да. Какой-то должен быть подарок. Один черный стендов мальчик заработал на анальчик и пустил она свой оборот. Ой. Ой. Спасибо за 10 рублей. Возьми, вот это тебе. Мама, она делает мне предложение. Не совсем. А... А тут же ничего нет. Да, ничего нет. Пустая коробочка. Для хранения подойдет. Ну, странный подарок. Ну, ладно. Сынок, надо что-то в ответ подарить. Надо, да? Да. Ну, сейчас. Секс, себя, любовь. Вот, угостись сладеньким. Это ммдэмсики. И я тебе... А там, по-моему, ничего нету. Их готов все отдать. Так там их два. Да, прям оба можешь. Это она? Ну, зачем ты в мусорку кинул ммдэмсики? И я тебе их почти от всего сердца подарил. А ты? Достанешь и съешь, а я пойду. Мама, видишь, как она с подарком обошлась? Оксана, постой. Это ты наслушалась, Галина Эдуардовна. Ты себя, пожалуйста, так не веди. Она была без настроения и наговорила тут лишь бы что. А ты уши развесила. А вот супчик стынет. Ты садись, мы супчика сейчас какую, будешь тарелочку поменьше. А мне гуще побольше. Конечно, мой пузырек. Засчитываем. Да вы не тратьтесь на еду. А я поесть могу дома. Ну, ты слышишь, как тон поменялся? Наслушалась этой Галиной. Мама, а ты слышала, что она ей говорила? Говорит, найдешь другого. И это она говорит при мне. Знаешь, как меня задело? И я приревновал. Ну, а что? Она правильно сказала. Я полистаю сегодня вечером. Все-таки они не сойдутся. Мне даже интересно, как это все в следующей серии со следующим сборником все это произойдет. Нет, ты не будешь. Ты будешь моя. Ничего себе. А меня добиваться нужно, чтобы я была твоя. Я буду добиваться и добьюсь. Ого! Вот он весь заход на четвертую или пятую, даже я уже не помню. Я тебе не отдам. Ого. Так, Оксана, ты, я вижу, хочешь поиграть с моим сыном. А я знаю, во что поиграть. Да не про это выпуск. Ладно. Сынок, ты комнату хотел показать. Ага, точно. Пойдем со мной. Пойдем. Зачем мне? 1 октября почти на мой день рождения. У меня, кстати, день рождения 2 октября, ребята. Да, так что это, бля, готовки, подарки, ебаный рот. Твоя комната. А ты пойдем, я кое-что покажу. Секс. Ребята, поставьте лайк, пожалуйста. Ладно, поставим. И что ты мне хотел... Давайте даже прямо сейчас поставим. Так жалобно попросил, что почему бы нет. Свои комнаты показать. Оксана, я бы хотел извиниться. Опа. Да, я все осознал. Опа. Давай подробнее. Понимаешь, я вел себя неправильно. Ага. Нет, и я красавчик в целом, но по отношению к тебе я вел себя потребительски. И я не ценил, что ты со мной. И я очень избалованный эгоист. Мне прям не верится. Нет, правда, я эгоист. Мне не верится, что ты это говоришь. Поверь мне, я научусь быть самостоятельным. И я буду сам завязывать шнурки. И я не буду себя вести, как бесхребетный долбоклюй. А ты это говоришь искренне? Или ты просто повторяешь слова за Галиной Эдуардовой? Нет, я... Это Галина Эдуардовна. Она пришла, и я ей с порога говорю, поговорите с мамой. Короче, ты говоришь это искренне, или ты опять что-то задумал? И я говорю это абсолютно искренне, от чистого сердца. Потому что я хочу быть с тобой. Да ну бред, да ну ты шо, ну малая, ну куда ты лезешь-то вообще? Ну и конечно хочу запустить червячка в норку. Вот, 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 она чай на норку был. Да, да, да. Какого еще червячка в норку? Ну, моего червячка. Ты разводишь червяков? Ну нет же. Ну, забить мяч в девятку. Ты футболист? Ну какой с меня футболист? С меня и мяч-то. Ну, вставить сосиску в тесто. Или в тесте. Ты есть хочешь? Иди у мамы суп стоит. Да не это стоит. Ну, вставить файл в новую папку. Не знаешь как скопировать? Перетащи. Ну что это такое, Оксана? Ну ебаться сексом нахуй, трахаться жестко в очко с мужика. Ну ладно, не с мужиками. Ну или с мужиками. Ну, закрутить лампочку. Куда? Ну, патрон. В цоколь. Да вроде бы у вас все горит. Да у меня уже патрон горит. Ну как же, сыночек родной, справиться хоть сам? Ну нет. Нет, надо подержать, направить и присоединиться при возможности. Мне надо решительно действовать. Я хочу тебя. Сынок? Блядь, что это за звуки? Да ты что? Ну как ты в такой момент можешь захотеть? Какой момент? Они ебутся реально? Не смотрю, сынок, не смотрю. Мама, ну прямо во время этого. Я не смотрю, сынок. Я спросить хотела. Ну что ты хотела спросить, мама? Почему Оксанка сбежала? Блядь, я только что понял. Ладно, как это тут получается дрочит сам? Я понял, хорошо. Ладно, ребяточки. Если вам так же понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, о чем вы думаете об этом. Естественно, если вы хотите продолжение, пишите об этом. Оно обязательно будет, ребята. Спасибо всем большое за просмотр.